Друзья, всем привет! Сейчас буду глазировать свои куличи помадкой. Это у меня взбитый белок с сахарной пудрой. Вот здесь есть всякая посыпушка. Куличи, конечно, пекла не я. Это пекла моя дочка. Смотрите, какие классенькие они. Много, маленьких, больших, всяких. Пасха 349 рублей 800 грамм. Кекс 43. Кекс 43. Маленький, прям совсем 100 грамм. Кулич творожный с изюмом 160 грамм 69 рублей. Так, ну а здесь 87. Вот такой 300 грамм. Творожный с изюмом 43. С курагой 69. Слушайте, ну цены вообще дорого. 88 рублей 97. Я даже на пробу не хочу брать. И я пошла на голос. Слышу мужик возмущается. Говорит, 500 рублей лимон. А я что-то мимо прошла, даже не посмотрела. Сейчас глянем. Что правда, что ли, 500 рублей? Что не тысячи, да? Где? Точно 499. Точно 500 рублей. Мать моя женщина. Что-то это вообще. Вот такие лимончики по 500 рублей. Слыхали сами. Только я хотела сказать, что перед Пасхой у нас наладилась погода. Но нет. Опять начался ветер. А нам сегодня нужна, очень нужна безветренная погода. Потому что вчера привезли пчел. Их нужно пересаживать из тех ящиков, в которых их привезли вулии. Они злые до ужаса. Кроме того, обнаружилось, ну как бы пчелы-то покупали оптом. Они с Узбекистана. Их везли, наверное, около месяца. Во всяком случае, собирались привезти. Мы ждали их около месяца. И как оказалось, что некоторым людям, тем, которые брали пчел вместе с нами, попались трутовые семьи. Ну, то есть, трутовые семьи, это когда расплод, который есть в рамках, не пчелиный. Там выводится не пчела, а трутни. Но вы понимаете, что с трутней толку мало. И эти рамки, эти семьи отвозят назад. Он вчера посмотрел две семьи, но у нас трутовых не было. Сейчас полез еще в две. Ветер при ветре им не нравится. Они кусаются. Еще к тому же их холодно. Ну, вот он полез смотреть пчел. Я сейчас тоже пойду попробовать туда подойти. Вообще-то пчелы у нас по двору летают, как бомбардировщики. Он разводит дымарь, потому что без дымаря вообще, конечно, невозможно. Ну, в общем, смотрите, пчел транспортируют вот в таких ящиках, коробках. В ульях их никто не перевозит, когда продают пчелопакеты. Пчелопакеты – это четыре рамки. И на этих четырех рамках есть одна матка. Эти четыре рамки, они должны быть с расплодом. Расплод – это личинки, ну, то есть новая пчела, которая должна вывестись. Они должны все забиты быть расплодом. Так, видите, отошел, ты к нему пчела пристала. Сейчас она и ко мне пристанет. Давайте я пойду в кухню и все это вам расскажу. Вот он сейчас вскрывает ящик. Там две семьи, да? Там две семьи в том ящике. Были, да. Были, да. А сейчас сколько? В таком две семьи. В общем, вот. Так что, нет, я не хочу ходить опухшая, поэтому... Видите, себя окуривает. Он у меня работает без этих, без защитных средств от пчел, а я вообще их боюсь, честно говоря. Так, ладно, смотрим. Вроде меня никто не трогает. Ну, так вот, и вот теперь он... Сфотографируй. Ага, сейчас я пойду тебя туда фотографировать. Раз еще, вот, смотри, здесь. Видишь, как перевозки. Вот вода. А вода зачем? Ну, а как, они пить должны поставить. А, им воду туда дают? Там дырки, что ли, в этой бутылке? Да, там как иголочкой проткнута. Так, сейчас придется подойти. Если меня закусают, дорогие товарищи, все, считайте меня коммунистом, пчеловодом. И мед, вот. Подожди. Сейчас. Ай, она вот около меня уже летает. Короче, все, я пошла. Не, ну ее нафиг. В общем, там мед и вода, да? Да. Стойте. Ой, они вообще озверевшие. Пойду я, ну вас, в общем, пчелами. Да. Сейчас сюда я прогладу. Покусают блогера вашего любимого, дорогие товарищи. Я пойду. Друзья, ну, в общем, вот. Пока я ходила, снимала для вас пчелу. Надеюсь, там что-то будет слышно, что я говорила. Моя дочь сделала помадку для куличей. Так, не будем трогать. Красиво очень смотрится. Мне нравится. Друзья, смотрите, что творится. Я вынесла куличин для того, чтобы вам показать. Здесь же посветлее. И на них прилетела пчела. Смотрите, сидит и собирает сахар. Ну, надо же. Это значит, что мои куличи, наверное, очень вкусные. Смотрите, что творит. Это же сахарный сироп. И вот смотрите, сейчас одна прилетела. Я больше чем уверена, она сейчас приведет за собой других своих подружек. Пойдет в улей и расскажет о том, что здесь есть чем поживиться. Как вы считаете? Я сейчас специально оставлю здесь кулич. Потом покажу вам еще что-то. И потом придем и посмотрим, что будет. Сейчас она улетит. Я унесу эти пасхи. А у меня есть один такой не сильно удачный. Ну, то есть там помадка расплылась, растеклась. Стоит у меня на тарелочке. Смотрите, что она творит. Интересно, да? Друзья, и между прочим, сейчас самое время заготавливать лекарственные травы. У меня взошло два шикарных лопуха. Даже три. И вот здесь цветут незабудки. Ну, с незабудками я не знаю, чего делать. Вот здесь начали свистеть одуванчики, но зато здесь у меня полно лебеды. Причем лебеда есть такая нормальная, а есть собачья. А почему я вам заговорила про лебеду? Потому что из нее получаются отличные вареники. Очень вкусные на самом деле. Меня научила соседка. Я специально зашла сейчас вот в эту теплицу. Чудо-теплица. Сибирская теплица. На сайт Чудо-теплица я вам оставлю ссылку. Специально для того, чтобы показать, что пока она никуда не улетела. Не глядя на то, что у нас тут бешеные ветра, вообще абсолютно бешеные. Вот смотрите, я вам сорвала две лебеды. Вот это собачья лебеда. Смотрите. Вот она более зеленая такая, более мясистая. А вот эта вот красноватая, это та лебеда, с которой можно делать вареники. Ну вот и с такой маленькой, но это проблематично. Вы же ее не будете с землей срезать. Нужно ее полить. И дождаться, пока она немножко подрастет. Затем нарвать. Сделать пережарку. Лучше на сливочном масле с лучком. Покрошить туда лебеду. И вот это вот все дело потушить. И этой начинкой начинять вареники. Вот такие маленькие есть со сметаной. Как это вкусно. Я вам серьезно говорю. После того, как ты наешься лебеды, она на самом деле очень сытная. Ну, она смахивает даже на мясо. Я серьезно говорю, вот прям почувствую сытости, которую она дает. Она смахивает на то, что ты наелся прям такого белка из мяса. И вот у жителей Кавказа, она на самом деле, вот это блюдо очень в ходу. Они эти вареники замораживают. И едят их весь год. Это вот весеннее такое у них блюдо. Меня еще раз говорю, научилась соседка. Мне на самом деле очень нравится. Что же касается теплицы. Улететь она не улетела. Ну, конечно, мороз в минус 5 она не выдерживает. Это ни одна теплица не выдержит. Тем более такая маленькая. Я поставила сюда перец. Вот. И его тут благополучно шарашнуло. Вот такой вот кустик у меня получился. Мне было интересно, как она будет держать наш мороз. Но, вы знаете, мороз на самом деле был хороший. Два дня он здесь у меня стоял. Хороший был мороз. Земля была покрыта инием. Так что апрель месяц у нас выдался, конечно. Очень холодно. Ничего не цветет, ничего не всходит. То, что цветет, тут же бьет морозом. В общем, какой-то нехороший год, серьезно вам говорю. Почки набухли уже давно у всего. И стоят вот в одной паре. Стоят ни лук не всходит, ни морковь, ничего. Вообще ничего. Мы в прошлом году из-за того, что не хватало времени, в общем, неправильно установили вот эти грядки, короба железные. Знаете почему? Потому что они обязательно должны быть утоплены в землю. Потому что когда их набиваешь землей и начинаешь поливать, в общем, получается так, что через нижний край вода вытекает. И вот теперь мы эти грядки вкапываем. Благо, что у меня сын дома. Вот. И он их вкапывает, чтобы они были поглубже. Вот те зеленые грядки, две последние. Одну он вкапал, вторую только собирается. Ну а в двух тех, в которых я уже посеяла морковку, где она не всходит, ну они, значит, останутся как есть. Красная смородина тоже собирается цвести. Когда я выписывала саженцы с питомника, когда я выписывала вот эти саженцы с питомника, я их, естественно, выписывала по сортам. Видите, я их подписала. Красная Джонсон Дэй. Красная Голландская Розовая. Вы знаете, почему сейчас вот эти таблички валяются? Потому что среди вот этой красной смородины мне попалось два куста белых. И, естественно, сразу же после этого, то есть я белую вообще не заказывала смородину, а заказывала в питомнике именно сортовую. Естественно, после этого я теперь вообще не доверяю тому, что мне пришло, а заказала я их на самом деле много. И вот первый год они будут у меня давать полноценный урожай. И мы будем проверять, как же она будет соответствовать сортам. Та моя смородина, которую я заказала. Вообще, конечно, с этими саженцами постоянно дурит. Очень тяжело на самом деле завести нормальные сорта, потому что если покупать по одному кусту, это будет долго, сами понимаете. А если вот так вот купить сразу много, это дорого. И кроме того, мало что дорого, потом вдруг вот так вот оказывается, что сорта не соответствуют заявленным. Но это вообще полное расстройство. Эти саженцы я брала в ростовском питомнике. Причем доставку заказывала транспортной компанией. Ну, в общем, привезли мне, что там говорить. В позапрошлом году. Не в прошлом, а в позапрошлом. Ну, крыжовник зато у меня вроде как неплохой получился. Малина вообще не пошла. Пошли яблони. Вот такая лесная золотистая смородина у нас уже расцвела. Расцветает запах, еще нет. Вообще, она, конечно, одуряюще пахнет. Вот это яблони, глостер, та самая, которую мы отгадывали на одном из моих стримов. А, ну да, вот так выглядит сад. Мой сад. Вон там пчелы стоят, к которым мы подходили недавно. Ну, в общем, пчела моя не прилетела. Ни Тане, ни ее подружке она ей ничего не рассказала. Но зато, смотрите, вот моя питунья. Ее уже давным-давно пора высадить. Я все думала, потеплеет, и я ее высажу прямо в грунт. Но, похоже, нет. Похоже, нет. По таким холодам она уже начала выпускать, чтобы свистеть. Ну, как бы не бутоны еще, но уже стебельки. Вот видите, начали отрастать. Вот здесь ампельная, она помедленнее развивается. Здесь просто питунья. Ну, при такой погоде, в общем, я не знаю, когда я ее высажу в грунт, потому что, потому что сами видите, какая в этом году у нас весна. Курочки нанесли яиц. Ну, в общем, вот это то, что вы видели, он пилит. Это он делает свинарник, то есть домик для свиней. Мы не собираемся их разводить. Нам это держать только до зимы, а там уже забить. Поэтому у них будет такой небольшой выгон. Вот здесь будет выгул до определенного момента. Я их буду выпускать. Пока же он делает полы. У нас, в общем, были столбы, которые ни туда, ни сюда. Из них он делает, чтобы свиньи были на помосте в домике. В общем, вот так это пока выглядит. Когда здесь сыроюха будет готова, мы уберем вот эту косилку, уберем вот эти дрова, сделаем им здесь такой небольшой базок огороженный. Вот я только не знаю, цементировать этот баз или оставить в земле, чтобы они ковырялись. Я за то, чтобы цементировать. А он говорит, что нужно оставить, чтобы они копали. Ну, не знаю, посмотрим. И не знаю я еще каких свиней все-таки брать. Потому что тем, которым я хотела черненькие вот эти свинки, их травой надо кормить. У нас столько травы не будет. Смотрите, как летают пчелы. Слушай, а что они прям бешеные такие летают? Хорошие семьи, что ли? Смотри, как вьются. Ну, как? Наши вон слабенькие. Убрал я, высыпал их. Вот они и летают. Еще не нашли. А, дома себе еще не нашли. А этот второй пока не освобождал? Ну, пока ветер успокоится. Ветер, ага, успокоится он. Он не успокоится до самого вечера будет. Видите, у них там летки. Вот этот крайний ящик белый стоит фанерный. Это вот для транспортировки. В общем, а это вместе с ящиком продали? Я даже не спросил. Ящики назад им или как? Не знаю. Ничего не могу сказать. А порода пчел какая? Никто не скажет. Короче, беспородная. Ну, вообще-то все они изначально карпатские. Есть старая русская. Которая бешеная. Карпитянка. Красивая она. Так что вот такие дела. Вообще у моего мужа нервы крепкие. Я сейчас пока там с ним разговаривала. Опять они на меня налетели и летают рядом со мной. А я этого вообще выносить не могу. Я их боюсь со страшной силы. Тем более еще с утра я побрызгала с духами. Они этого терпеть не могут. Но все, и мне пришлось быстро выходить. Черешня. Наверное, это не будет свистеть. Ну и все. Всем пока. Кулич мой высох. Пчеле он не нужен. Поэтому я его уберу. После обеда мы поедем смотреть место, куда пчелу можно будет отвезти. Ну и вообще сенокосы. Так что до после обеда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok